Если бы 5 лет назад Мария и Фельгер сказали, что она откроет семейный центр и будет вести фитнес, она бы точно не поверила. Однако рождение второго ребенка заставило пересмотреть взгляды на жизнь, оставить престижную работу в городе и уехать в село. Идея сама началась с того, что я занималась фитнесом онлайн. После городской среды, конечно, остро чувствовалась вот эта проблема, отсутствие досуга, да, некуда пойти в принципе. Через какое-то время у меня такая идея появилась, а было бы неплохо, наверное, приобщить других женщин к занятиям физкультурой, фитнесом, к оздоровлению. Идея организовать качественный досуг для детей и взрослых не покидала Марию. Случайно увиденное объявление о наборе в школу социального предпринимательства стало тем самым знаком и мотивацией сделать шаг к мечте. Новоиспеченная бизнесвым успешно защитила проект, арендовала небольшое помещение в Доме культуры новой заимки и открыла центр семейного досуга. Первыми направлениями стали хореография, греко-римская борьба и фитнес, который стала преподавать сама Мария. На занятия пришло 130 человек. У нас наполняемость групп постоянно хорошая. Ребята занимаются с удовольствием, на глазах крепнут, достигают каких-то результатов. То есть мы на базе данного спорткомплекса организовали несколько мероприятий, то есть соревнования по греко-римской борьбе, открытые районные соревнования и, значит, просто внутри школы. Вскоре помещение показалось тесным. Мария приняла решение перевести центр в другое здание. Новые площади открыли больше возможностей. Помимо текущих направлений появились творческая студия, клуб авторской песни и физкультура для самых маленьких. Учеников стало почти в два раза больше. Родителей я, конечно, очень обрадовалась, когда открылся такой центр. Он довольно современный. Я считаю, что высококвалифицированные педагоги с хорошим стажем. И сейчас удобно, что вот новое помещение у студии. Мы живем очень близко. Вообще нам очень все нравится. Мне хотелось куда-то ходить самой в первую очередь. Хотелось, чтобы мои дети куда-то пошли. И, конечно, сейчас спустя вот такое количество времени у меня же слезы на глазах наворачиваются. Когда я вот смотрю на этих детей, которые из мальчиков, вот таких маленьких, вдруг стали там такими мужчинами, с таким торсом. Или девочки, да, как они выправили свою осанку, как они выросли, как они танцуют. Ну, это просто неописуемо. Сейчас главная цель Марии – перевести центр из статуса культурно-досугового в образовательный. Предпринимательница убеждена, что сельские жители ничуть не уступают городским и с огромным желанием пользуются теми же услугами. Главное – оказывать их качественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова